Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова, как и всегда, мы делаем каждый день, возвращаемся на финансовые площадки, чтобы оценить ту ситуацию, которая сложилась на мировых финансовых рынках за прошлый день. Безусловно, мы продолжаем топтаться вокруг ситуации, связанной с, возможно, началом процесса распада Европейского Союза. Отмечая то, что есть вероятность полагать, что за Англией эта ситуация, скажем, продолжит развиваться и дальше, и вслед за этим регионом могут последовать и другие. Для трейдеров, спекулянтов, которые, конечно же, ищут любой повод для повышенной волатильности, понимая то, что за ней скрываются возможности, это хорошие новости. Потому что на рынке, наконец-таки, появился триггер, фактор и повод для нестабильности разносторонней динамики, которую мы с вами будем анализировать и, соответственно, пытаться объяснить. Давайте начнем сегодня, как мы традиционно это делаем, с анализа того фундаментального фона, который сложился на рынке энергоресурсов. Что касается нефти, закрытие вчерашнего дня 49.40, сейчас актив торгуется на отметке 49.48 и полномерно снова стремится в район ближайшего сопротивления 50 долларов за баррель. Манит это значение, никак бренд, даже с учетом фундаментальной картины, не может убедить, в том числе и себя, потому что ему необходимо стоить гораздо меньше. Может быть, конечно же, это попытка протестировать всех участников финансовых рынков. Конечно же, безусловно, такая ситуация заставляет многих нервничать, потому что вроде бы как складывается все в пользу определенного посыла по нефти. Безусловно, мы делаем ставку на медвежий. Но пока вслед за коррекцией, которую мы дожидаемся, следует быстрое восстановление. Анализируя вчерашнюю торговую сессию, причин для укрепления нефти может быть несколько. Во-первых, это ослабление позиций доллара. Поскольку на рынке появился фактор серьезной политикой экономической нестабильности, доллар вынужден дисконтировать сейчас собственную стоимость и понимание того, что сроки повышения процентной ставки уходят на неопределенную перспективу. Ранее мы полагали, что это может случиться уже до конца этого лета. Вы помните, что настраивались даже на то, что повышение процентной ставки обязательно случится. И, возможно, ФРС решит отличиться даже несколько раз. Сейчас, учитывая позицию Джанет Ельин, председателя ФРС, следить за махроэкономическим фоном, за общей ситуацией, которая складывается на рынке глобальной экономической конъюнктуры, я допускаю то, что ее следующая конференция будет полностью пронизана посылом того, что ситуация ухудшилась. И поскольку ФРС и американская экономика вынуждены, будучи ведущим регионом, ведущей экономикой всей мировой финансовой системы, дисконтировать всякие риски, которые появляются в связи с этим, придется придержать коней и, соответственно, отказаться от прежних решений, которые предполагали ужесточение монетарной политики. Я не хочу то, чтобы вы полностью отказывались от идеи того, что ФРС не получит ставку в этом году. Несмотря на то, что вероятность снизилась, я оставляю в качестве возможного сценария подобные действия до конца 2016 года. Мы продолжим следить за фундаментом и, разумеется, искать намеки на то, что подобное решение все-таки может быть анонсировано. Слабость доллара приводит к росту тех товаров, стоимость которых номинирована как раз в «Американцы». В данном случае, говоря про нефть, мы нашли именно в слабом долларе объяснение до краткосачного роста и этого актива. Вторая причина – это фундамент, связанный с тем, что, по сообщениям, в Норвегии 750 норвежских нефтяников на 7 нефтяных станциях сейчас объявили за бастовку. Безусловно, Норвегия, будучи серьезным игроком на рынке энергоресурсов, но все равно не может, а в конечном счете, даже если за бастовка хватит большее количество терминалов и большее количество рабочих, серьезно повлиять на общую динамику спроса и предложений. Но поскольку трейдеры и, прежде всего, быки, которые сейчас делают ставку на рост нефти актива, стараются использовать любой фонд, который появляется, который способствует активизации покупок, конечно же, этот не стал исключением. Другая причина для роста котировок – возможная техника. То, что в предыдущие дни, когда мы активно обсуждали возможность последствий для мировой экономики выхода Англии из состава ЕС, мы говорили о том, что может серьезно просесть спрос на энергоресурсы. Это действительно так. Между прочим, это по-прежнему серьезный фактор разгрузки. И те торговые сессии, вот с пятницы, когда мы видели коррекцию, привели к тому, что бренд закрепился ниже полтинника. Для кого-то это оказалось слишком сильным снижением. И после такой локальной просадки, достижения локальных экстремов, трейдеры сейчас играют на повышение. Ну и, безусловно, еще один релиз, которого мы дождались по запасам нефти США по версии API. Вчера, как вы наверняка уже посмотрели по содержанию экономического календаря, по факту опубликованной статистики, запасы снизились на 3,8 миллиона баррелей, против прошлого снижения более чем на 5. Я советую не обращать особого внимания на статистику по запасам сейчас, потому что у нас летние периоды, летние месяцы. И в этот период обычно классически повышается спрос на сырье, поскольку растет спрос на топливо. То есть, этот фундамент можно игнорировать. Ну, если мы с вами анализируем ситуацию с нефтью, конечно же, мы обращаем внимание на эту статистику. Но особо никаких подсказок для оправдания тех идей давайте в этом релизе не искать. У нас есть, помимо тех факторов, которые стали причиной роста Brent вчера, еще и целый пул аргументов, указывающих на то, что Brent по-прежнему является аутсайдером. И самый главный из этих аргументов сейчас – Brexit. Не нужно ни в коем случае игнорировать этот фонд, поскольку мы понимаем, что распад Европейского Союза, который процесс уже начался, и даже по версии ни аналитиков, ни экспертов рынка, ни позиции ряда инвестиционных банков, которые следят за общей ситуацией, которая складывается в мировой экономике, а по мнению бизнесменов и промышленников, это не может не сказаться наихудшим образом на, соответственно, потребительской активности, на динамике роста промышленного сектора, ну и в конечном счете на спросе на сырье. Поэтому я призываю вас не отказываться от идеи того, что Brexit еще даст знать, собственно, о себе, проявить себя во всей красе, может быть, даже не меньше, чем мы это видели постфактум самого Brexit. Спрос на сырье будет дальше снижаться, и у нас есть долгосрочный фактор, указывающий на то, что этот актив должен все-таки стоить поменьше. Плюс ко всему, помимо слабого спроса, у нас есть еще и рост предложения со стороны ОПЕК, со стороны Ирана, Саудовской Аравии, и мы знаем то, что Нигерия основа возобновила производство, планируя наверстать прежнюю планку в 1,8 миллиона баррелей в перспективе ближайших полутора месяцев. Следим дальше за новостным фоном. Несмотря на рост и попытку бренда снова добраться до полтинника, я считаю то, что коррекционный взгляд сейчас является более оправданным, и поэтому снова призываю вас рассматривать возможность для продажи этого актива. Рубль против американца 64.14 в основлении нефти стала причиной укрепления и российской валюты. Также в качестве позитивных факторов стоит отметить улучшение настроения на международном рынке капиталов и завершение налогового периода, но который еще как фактор резонанса традиционно через повышенный спрос на рублевую ликвидность оказывает поддержку рублю. Вот что касается рынка капиталов, я хочу, чтобы вы все прекрасно понимали, что сейчас, глядя на то, что происходит на рынке облигаций, очень большую ставку трейдеры, помимо традиционных классических гаваней, это немецкие бундесы и, в частности, американские трежерис, обращают внимание еще на активы тех регионов, которые не являются частью Европейского Союза, то есть не подвержены рискам дальнейшего ухудшения финансовой системы и стабильности. Российские облигации федерального займа сейчас не являются исключением. Мы видим большой приток капитала в расположении этих активов и, разумеется, это способствует улучшению, в принципе, фундаментальной картины на рынке российского капитала и подстегивает интерес, в том числе и к рублю. Но потенциал дальнейшего роста российского актива явно ограничен, поскольку у нас есть четкая позиция долгосрочного видения того, что может произойти с динамикой черного золота, и мы понимаем то, что в случае возглавления коррекционного посыла рубль также вынужден будет девальвироваться. Поэтому я считаю, что мы очень быстро в ближайшие дни снова вернемся выше 65 и, а может быть, даже окажемся выше 66 против доллара. Далее идем. Европейская валюта против американца. Вчера восстановительная динамика. На текущий момент пара евро-доллар торгуется на отметке 1.1055. Точно такой же рубеж мы с вами констатировали в ходе вчерашнего брифинга. Евро растет, и, несмотря на то, что на рынке куча факторов, поводов, предпосылок, понимания, видения и осознания того, что средние долгосрочные аргументы и факторы указывают на то, что евро является аутсайдером, трейдеры предпочитают использовать и локальный потенциал роста, чтобы, собственно, извлечь профит и на попытки и возможности ухода пары евро-доллар от ранее достигнутых экстремальных минимумов. Хотя экстремальный минимум у нас по фунту против доллара. Евро-доллар 1.10 – это значение, которое давно уже должно было замаячить на мониторах наших терминалов, но мы дождались этого уровня только по факту Брэзита. Сейчас буквально все, без исключения, понимают то, что долгосрочная картина складывается в пользу того, что евро нужно дальше распродавать. Но я вот снова призываю вас к тому, что пока сохраняется возможность для роста, давайте использовать ее. Тем более, что у нас стоит стоп-лосс на отметке 1.0950, и мы с вами ждем хотя бы 1.12. Ну, 1.12 было бы, конечно же, очень неплохо, но если мы окажемся выше 1.11, если приблизимся даже к поддержке, точнее, к сопротивлению 1.1150, я думаю, что у нас будет возможность в моменте отследить ситуацию и проанализировать то, что происходит в ходе брифинга, и, может быть, принять решение не дожидаться уже отметки 1.12 и выйти из расположения пары евро-доллар. Если отметить вчерашний фундамент, я думаю, что поддержку евро оказало помимо техники, помимо желания трейдеров поторговать на рост, помимо закрытия коротких сделок, то есть провоцирующих также восходящий импульс, еще и комментарий канцлера Германии Меркель, которая сообщила о том, что она, ну, в частности, Германия, конечно же, подпримет все возможные меры, чтобы не допустить расползания вот этого негатива, связанного с выходом Англии из состава ЕС. Германия всячески заинтересована в том, чтобы сохранить торгово-партнерские связи с Англией, и готова пойти на всевозможные уступки, на, скажем, консультации, которые можно сейчас задействовать, чтобы сохранить целостность и нерешимость союза, ну, пусть и без английской экономики. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Ну, то, что стороны, конечно же, ищут максимально компромиссные моменты, чтобы процесс вот этого бракоразводного расставания был куда менее болезненным, чем предполагалось ранее. Это сейчас совершенно очевидно. В то же время я хочу, чтобы вы понимали, это особый, в частности, акцент на долгосрочных трейдеров, что не стоит беспокоиться за то, что рост евро может затянуться, поскольку основание крайне слабое для этого роста, и, в принципе, восходящая динамика очень быстро может быть прервана снова возобновлением распродаж, активизации села по евро-доллару, способно завести пару очень быстро ниже отметки 1.10. В частности, вчера ФИЧ сообщил о том, что экономика ЕС, валютного блока, столкнется с серьезным экономическим спадом, который составит, ну, целых 0,2% как минимум. Буквально в понедельник, вы помните, что МВФ отметил, что еврозона, ВВП просядет на 0,3%, и вчера Драги в ходе своего выступления сделала более пессимистичную оценку, отметив, что ВВП еврозоны снизится на 0,5%, и в последующие, ближайшие 2-3 года стоит готовиться к рецессии, из которой будут, конечно же, пытаться европейские страны выбраться, но шансов на это пока не так уж и много. И плюс ко всему, мне очень понравилась формулировка Драги, которая гласила, что пора принимать конкретные действия. Я очень надеюсь, что Драги, подразумевав расширение экономических стимулов, ну, не будем гадать, в каком ключе это все-таки будет проявлено в снижении ставок, либо расширении программы QE. Но самое главное, любой экономический стимул это долгосрочный фактор разгрузки для евро. Ждем, собственно, этих обещаний, как реализации, через фактические действия, и настраиваемся на долгосрочное ослабление евро. Ну, а как откосрочно, также пока используем потенциал для роста. Фунт против американца. Сейчас котировки 1.3299, чуть мы подросли с брифинга вторника, ну, в частности, вчерашняя торговая сессия оказалась очень неплохой для быков по британцу. Они смогли отткнуться от локальных минимальных уровней, показать неплохой прирост. И я думаю, что в качестве байса, который заказывался в основу укрепления позиций британцев, ну, помимо корреляции с евро, помимо техники, возможности отскока от минимальных значений, еще и предположение, что Англия пойдет по стопам Норвегии, когда даже при такой ситуации, как, по сути, разрушение прежних партнерских связей, Англия сможет сохранить как банки, так и компании доступ к европейскому рынку. Также об этом говорил и Дэвид Кэмерон, который, несмотря на отставку, все равно пока еще удерживает за собой этот пост и готовится к тому, чтобы передать, собственно, дела. И исходя из своих полномочий и занимаемой позиции. В частности, Дэвид Кэмерон вчера отметил, что Англия не собирается поворачиваться спиной к ЕС, ну, еще бы, конечно же. Я думаю, что Англия больше заинтересована в сохранении связи с ЕС, чем Европейский Союз с Англией. Но мы понимаем то, что торговые связи действительно очень тесно переплены. Между ними, между прочим, больше 50, даже больше 60% всего сбыта экспортного для Англии это европейский регион. И, понятное дело, что сейчас будут подниматься все усилия, чтобы оставить эти связи неизменными. Возможно, подобные комментарии от Кэмерона стали причиной активизации покупок фунта. Но мы понимаем то, что если на рынке появится какой-то негатив, хорошо, что его пока что нет. Если, к примеру, Англия будет и дальше затягивать с принятием 50-й статьи Лиссабонского договора, тогда мы снова увидим распродажи пары фунтуру до фунта против всех основных конкурентов. Сейчас я, собственно, так же, как и вчера и в понедельник, призываю вас особо не мудрить с тренингом по фунту, поскольку торговля по-прежнему чревата очень серьезными рисками. Если хотите поторговать на покупке, тогда прежний отложенный ордер, который предполагал возможность занять длинные сделки после пробития отметки 1.3510. Этот отложенный ордер, если вас интересуют длинные сделки по паре фунт-доллар, должен сохранять актуальность в ваших торговых платформах. Доллар японская иена. Вчера мы видели, как пара все-таки смогла оказаться выше сопротивления 102. Это хорошо, потому что основания для этого есть. А сейчас, поскольку нет негатива дополнительного по факту, постфакту Брекзита, спрос на защитные активы уже не так велик. Но единственное, что хочу отметить, лично у меня вызвало большие опасения вчерашние комментарии Банка Японии о том, что они рассмотрят возможность, может быть, отложить проведение валютных интервенций, поскольку всерьез обеспокоены потенциальные критики со стороны Соединенных Штатов Америки. Но мы знаем, конечно же, что США активно критикуют японские регуляторы, поскольку считают, что Банк Японии развязывает девуляционные войны вместе с Китаем и формирует искусственные конкурентные преимущества для национальных производителей. Но я очень надеюсь, что японский регулятор все-таки будет исходить из интересов национальной экономики и осознать тот факт, что без стимулов, скорее всего, ситуацию в ближайшее время улучшить не удастся. Тем более, что Япония, будучи одним из партнеров Европейского Союза, также пострадает от того, что если ситуация выйдет из-под контроля, ситуация, связанная с распадом Европейского Союза. Я продолжаю верить то, что расширение программы количественного смещения мы дождемся в июле как минимум на 10-20 триллион иен в год. И в целом это негативный фактор для японского валютного актива. Также, помимо этого, следим за статистикой по США. Вчера вышли данные по ВВП американской экономики. Эта оценка не за второй квартал, а за первый уже окончательная. И есть хороший опять же фундамент, который указывает то, что фактически цифры показали на прирост. Прошлая оценка за первый квартал предполагала расширение на 0,8%. Сейчас мы видим то, что экономика расширилась на самом деле на 1,1 за счет роста экспорта товаров и услуг. Прогноз был на отметке 1% ровно. Сегодня у нас также довольно-таки интересный день с точки зрения фундамента из США. В 15.30 выйдут данные по личным доходам и расходам. Напоминаю, то, что личные доходы да и расходы мы с вами интерпретируем через возможное влияние на показатель по инфляции, поскольку активизация покупок может стать причиной роста индекса потребительских цен и инфляции и может убедить присутствующих скептиков в том, что в принципе американская экономика готова к повышению процентных ставок. Но в понедельник еще раз напоминаю, мы вернулись с вами к идее того, что сроки могут поехать по разгону процентных ставок и причина конечно же Brexit. Но наша задача как спекулянтов кратко, среднедолгосрочных следить за новостным фоном мы это собственно и будем делать. По доллару японской иене я по-прежнему вижу куда больше оснований для дальнейшего роста и движения как минимум в район 115 иен против доллара. Хочу отметить также пару USDCAD. Буквально днем ранее мы видели как поддержка 1.30 быстро превратилась в сопротивление, но я призывался к тому, чтобы не поддаваться на возможные риски ухода пары еще ниже, поскольку есть потенциал реализации именно бычьего потенциала и ухода тандема USDCAD в район 1.32. Сейчас мы видим то, что пара снова растет, 1.3029 уже. Причины роста это ожидание слабых данных по ОВП, ожидание коррекции по нефти и факт роста доходности американских трежис, которые сейчас подстегивают инвесторов инвестируют именно в эти облигации, что придает дополнительное ускорение и доллару. По другим активам без изменений понемногу снижаемся. Австралийц против доллара 0.73.81. Новозеландец против американца 0.70.68 USD как мы с вами полагали, постепенно идем в район паритета. Если днем ранее мы с вами констатировали на брифинге котировки 0.97.64, сейчас уже 0.98.10. 190 пунктов остается до паритета. Те, кто не присоединился к этой сделке, советую рассмотреть возможность сделать это. Из важных событий сегодняшнего дня в 15.00 данные по инфляции в Германии. Посмотрим, конечно же, за статистикой, но нас больше будет интересовать отчет по инфляции еврозоны, который выйдет в этот четверг. Вот как только статистика появится, тогда и о ней поговорим подробнее. в 15.30 личные доходы и расходы в США, в 17.30 запасы нефти также в американской экономике по версии Минэнерго. Что касается бонуса на сегодня, 16% кодовое слово эйфория. Напомню, чтобы воспользоваться бонусом, нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять это кодовое слово на бонус на пополнение. Действует он до следующего брифинга. Не забывайте подписываться на наш официальный канал на Ютюбе. Безусловно, оставляйте комментарии, лайки, следить за новыми обновлениями. Видео там регулярно появляются. Они касаются не только собственно оценки фундаментальной картины, но и технического анализа. Поэтому те, кого интересует и такой способ подхода к оценке ситуации, которая складывается на финансовых рынках, я уверен, вы найдете там много интересного. На этом все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии, попутного тренда. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.